Девятилетняя Елизавета Коровушкина за пультом дирижера впервые, но четко попадает в ритмический рисунок. Признается, управлять оркестром дело серьезное. Когда ты дирижеришь, у тебя такое ощущение вызывает, словно тебя уважают. Ты делаешь, и ты хочешь сделать так, чтобы остальным было легче и красивее играть. Не бояться сцены помогли занятия фигурным катанием. Теперь Лиза хочет научиться играть на синтезаторе, а ее одноклассница Таисия Сеченова профессионально занимается фехтованием, любит слушать классическую музыку. Кто слушает классическую музыку, тот дольше живет. И само вот это ощущение музыки, когда ты слушаешь, тебе становится приятно, ты расслабляешься, выпускаешь все свои напряженности и так далее. Дирижер эстрадно-джазового оркестра Таисий согласен. Музыка и не только классическая, как в песне. И строить, и жить помогает. И чтобы уроки музыки не были скучными, приезжает в гости с концертами к школьникам. Музыка развивает в человеке чувство прекрасного. Также занятия на музыкальном инструменте, вот на духовых, если взять, то это полезно для здоровья. То есть человек дышит активно, это полезно. На фортепиано полезно заниматься, потому что две руки участвуют, играют разную партию для координации движений. Причем в любом случае музыка не повредит заниматься детям. Программа для третьих классов длится 45 минут. На концерте не более 60 учеников. За это время почти каждый школьник попробует себя в роли дирижера или сыграет на ударных. Интерактивный концерт всегда приходится по вкусу детям. Они сами прочувствовали на себе, что нужно попадать в такт, в ритм, что это, в общем-то, не просто какие-то звуки, какофония, которые извлекаются из каких-то инструментов, что это все один ансамбль большой, это один организм, который должен слышать другого. А для детей это очень важно, учиться слышать друг друга. Бархатный звук саксофона тенора погружает всех в атмосферу детства. Концертная программа выбрана не случайно. Музыкальная мультпанорама никого не оставила равнодушным. Впрочем, и в гимназии номер 13 артисты сорвали шквал аплодисментов. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.